Всем привет! Сегодня мы соберем действующую модель локомотива из дерева. Собирается локомотив без использования клея или металла. У него переключаются передачи, он заводится и может ехать по рельсам вперед или назад. Данная модель называется локомотив с тендером V-Express. Производится компания Ugears, а представил мне его официальный дистрибьютор компании Ugears в России ugearsrussia.ru. В данном конструкторе 538 деталей и мы потратили примерно 10 часов на то, чтобы собрать локомотив с тендером. Сборка была довольно интересной, поэтому предлагаю посмотреть, как же мы все это собирали. Поехали! Итак, давайте распакуем этот конструктор. На коробке изображен локомотив. Через окошко уже можно увидеть детали, из которых мы будем собирать локомотив. Коробка небольшая, но тяжелая, потому что здесь очень много деталей. Также вместе с коробкой положили вот такой небольшой буклет с красивыми фотографиями. И вот такой флайер, где говорится, что если вы опубликуете фотографию конструктора в социальных сетях, вы можете выиграть еще один конструктор бесплатно. Розыгрыш проводится каждый месяц. Я уже выложил в инстаграм фото и видео, посмотрим выиграю или нет. Так, давайте распаковывать. Снял пленку, открыл коробку и уже чувствую запах дерева. Хотя вот эти листы пока еще тоже запечатаны. На дне коробки находится наждачная бумага, кусочек воска для того, чтобы смазывать движущиеся детали для лучшего скольжения, очень много резинок и зубочистки. Распечатываем листы. А вот теперь еще сильнее пахнет деревом. Очень сильный запах дерева, очень приятный. Вместе с листами находится инструкция. Инструкция достаточно большая, на разных языках, в том числе на русском. Обязательно изучите все обозначения. А далее уже идут картинки по этапной сборке. Всего 8 листов, из которых, собственно, и будем доставать детали для сборки. И еще вот такая деталь есть. Итак, приступим. Согласно инструкции, нам нужен первый лист с деталями. И смотрите, нужные детали на этом этапе выделены. Каждый лист имеет свой порядковый номер. И детали пронумерованы. Все это, конечно, упростит процесс сборки. Первую деталь, которую нужно выдавить, находим ее. Кстати, здесь есть специальный инструмент, к которому можно без проблем выдавливать нужные детали из листа. А вот он, на другом листе находится. Возвращаемся к первой детали. Но вот другое дело. Нам нужно соединить две детали. Туго вставляется, но будет держаться надежно. Все прям идеально подогнано друг к другу. И здесь необходимо зафиксировать зубочисткой. Вставили, и кончики зубочистки необходимо подрезать. Далее нам понадобятся резинки. 16 резинок. Скорее всего, мы собираем будущий двигатель этого локомотива. Вращаться колеса будут с помощью этих резинок. Я зацепил уже все резинки, и уже выглядит необычно. Это будет у нас основным действующим механизмом, который мы будем закручивать, и он будет двигать как раз-таки локомотив. Далее нам понадобятся зубочистки. Нужно нарезать штифты определенной длины. С помощью комплектного инструмента сделать это будет несложно. Вставил так называемые штифты из зубочистки вот в эти детали и зашкурил. Нарисовано, что необходимо эту деталь смазать воском. Нужно смазывать все подвижные детали, чтобы потом локомотив без проблем ездил. Случайно сломал вот такое колечко. Но, к счастью, имеются запасные части на отдельном листе. Хочу добавить, что собирать конструктор можно не одному, потому что на некоторых этапах можно распределить обязанности. Ну и в любом случае в компании собирать будет намного веселее. Вот такой у нас получился механизм. Это мы сделали храповик. Он состоит из собачки, ограничивающей движение в обратную сторону, и зубчатого колеса. Очень круто. Да, это получается механизм, при помощи которого все это будет заводиться. Продолжаем собирать все еще наш двигатель. Очень много времени уже ушло на эту деталь. Ну, продолжаем. Нарисовано, что нам необходимо воспользоваться наждачкой, обработать вот эту область. Скорее всего, из-за того, что здесь будут касаться резинки, нужно обработать наждачкой, потому что лазер иногда оставляет острые края. А также все смазать воском. Теперь очень важный момент. Нам необходимо правильно поставить храповик. Здесь даже стоят восклицательные знаки на тех моментах, на которых вам необходимо обратить внимание. Зубчики должны быть направлены в определенную сторону. Поэтому нужно четко смотреть инструкцию. Теперь храповик должен стоять у нас вот так. И вот у нас уже что-то нажимается и щелкает. Будем надеяться, что так и должно все работать. Необычные детали вообще получаются. Это почему-то вызывает такой дикий восторг. Несколько часов назад все это было листом фанеры, а сейчас вот такое чудо. Да еще и рычажки всякие нажимаются и щелкают. Очень круто. Конструктор не перестает удивлять. И вот теперь вот самая интересная часть. Мы делаем подшипник. Тело качения форма ролика тут вот такая, бочкообразная, цилиндрической формы. Их надо ошкурить, чтобы лучше катались. И вставляем их в так называемый сепаратор. Вот такой у нас получается подшипник. Все работает отлично. Двигатель локомотива собрали и откладываем в сторону. Я просто балдею от того, что получается. Какие-то механизмы. Наверное, это будет коробка передач. Сейчас собираем отдельные узлы, которые в дальнейшем будем закреплять внутри локомотива. По инструкции нужно разработать этот механизм и все детали натереть воском. Теперь нужно обратить внимание на то, что у нас есть шестеренки практически одинаковые. Но на первой шестеренке написано 3, а на второй 3 с черточкой. Разница лишь в толщине зубчиков. И опять, согласно инструкции, нужно разработать, притереть данный механизм. Вот столько деталей мы уже собрали. И плюс такого конструктора в том, что здесь очень много деталей, которые собираются раздельно друг от друга. То есть пока я собираю эту деталь, другой человек может собирать эту, третий человек вот эту и так далее. Здесь нет такого, что вы взяли одну деталь и к ней прицепляете остальные детали. На этом этапе будем соединять все ранее собранные детали. И вот уже установил одну пару колес, можно сказать, уже ездит. Теперь на локомотив мы наконец-то будем ставить двигатель, который собирали в самом начале. Вот такой резиновый двигатель. Когда мы будем заводить, закручивать резинки, а после нажмем на кнопку, резинки начнут раскручиваться и тем самым будут вращать колеса. Простое объяснение, но не простой механизм. Это же надо было такое придумать, этот механизм. Просто супер, нет слов. Соединили две части, уже работает коробка передач и вращаются колеса. А вот сюда будем вставлять все оставшиеся детали. Они будут взаимодействовать друг с другом и крутиться. Сейчас уже видно, что все эти рычажки будут использоваться. Этим рычажком ставлю на ручник, завожу и снимаю с ручника. Все кнопки и рычажки уже действуют, все на резиночках, это очень круто. Можно поставить заднюю передачу. Уже все вращается, значит мы собрали правильно. Собрали вот такую будку для машиниста и помощника. Здесь даже открываются шуровочные дверцы. Есть маленькая лопата, чтобы закидывать уголь в топку. Детализация на высшем уровне. Это автосцепка для тендера вагона, который также необходимо собрать и прикрепить. А это с собственной персоной один из помощников. На протяжении всей сборки усиленно пытался разгрызть некоторые детали. Думаю, ему было весело наблюдать за процессом сборки. В наборе есть очень интересные детали, которые могут гнуться. Это крыша будки. Сейчас мы ее поставим. Тут есть на крыше люк, который может открываться и закрываться. Теперь мы ставим еще одну гнущуюся часть. Получается что-то наподобие цилиндрического котла, как на настоящем паровозе. Чтобы крутящийся момент распределялся на все колеса, нужно установить сцепное дышло. Также собрали и закрепили другие конструктивные элементы кулисного механизма паровоза. Итак, локомотив уже полностью собран, он даже может ездить. И нам необходимо собрать вагончик, который ездит за локомотивом. Вот такой получился вагончик-тендер, прицепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки запаса топлива для локомотива, дров, угля или нефти, воды и части хозяйственного инвентаря. Вагон тоже интерактивный. Колеса в вагоне подвижные. Нажав на специальную рукоятку, у нас откроются стены вагона. Раз, и они поднимаются с двух сторон. И есть дверка, которая открывается. Ставим поезд и соединяем с вагоном. Раз, и соединили. Все готово. У нас он теперь в единой связке. Очень круто. Итак, остался уже последний заключительный этап сборки. Нам необходимо собрать рельсы. Делается это вот из таких планок и поперечных. У нас есть один сегмент железной дороги. И теперь берем еще один сегмент, который собирался точно так же. И при помощи вот таких вот маленьких деталей мы их соединяем. Можно собрать вот такой длины железную дорогу, чтобы уместились локомотив с тендером и поставить их на полку. Или собрать 2,5 метра железной дороги, по которой может ездить наш поезд вместе с вагончиком. Конструктор уже полностью собран. Мы его можем теперь испытать. Для начала ставим переднюю передачу. Раз, поставили. Теперь здесь зафиксируем. Заводим по часовой стрелке 25-30 раз на 180 градусов. Теперь, когда я нажму кнопку, поезд должен поехать вперед. Давайте проверим. Нажимаю кнопку. Также поезд может ехать назад. Ставим заднюю передачу. Нажимаю кнопку. Субтитры сделал DimaTorzok Наикрутейший получился конструктор. Он ездит по рельсам. Имеются такие мелкие детали. Открывается дверка. Выдвигается лесенка. На крыше открывается и закрывается люк. Будка машиниста просто завалена всякими мелкими деталями. То есть много различных таких мелких элементов, которые делают конструктор уникальным, интерактивным и очень интересным. Мне локомотив V-Express однозначно понравился. Я считаю, что конструктор U-Gears это отличный подарок как для парня, так и для девушки. Потому что существуют не только такие вот мужские модели, но также специальные модели для девушек. Это механический цветок, различные красивые шкатулки и другое. И оказывается, конструкторы U-Gears популярны во всем мире. Когда я выставлял фотографию в инстаграм своего собранного локомотива, перешел по хэштегу U-Gears и увидел, что люди со всего мира делятся фотографиями своих собранных конструкторов. На сайте U-Gears есть много других 3D-конструкторов, около 80 моделей для всех возрастов и любого пола. В описании оставлю ссылку на сайт ugearsrusha.ru и там же будет мой специальный промокод, который дает скидку 20% на все. Ссылка будет в описании и промокод тоже. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудь подписаться на канал и другие соцсети. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!